Заканчиваем, доброе утро, сегодня мы заканчиваем книгу Берешит. Книга Берешит у нас заканчивается глава, глава Ваехи и Жил. Сегодня день шестой, день седьмой, день шестой, седьмой день. И, значит, мы заканчиваем мою самую любимую книгу в, получается, значит, запись в Торе, потому что в ней рассказывается о создании, о появлении еврейского народа, о том, как вообще, вначале рассказывается о появлении мира, как Всевышний сотворил мир, а потом, как в этом мире появился еврейский народ. И вообще, в принципе, в ней раскрыт полностью путь человека, потому что здесь отражены архетипы. Вот все, что дальше творилось в истории человечества и в истории жизни каждого отдельного человека, все модели, все алгоритмы, все архетипы, все шаблоны, все отношения, все, абсолютно все, что есть в мироздании, особенно в той сфере, которой я больше всего интересуюсь, это психология, отношения, достижения, интеграция в общество и так далее, взаимоотношения между людьми, бизнес, власть, структура и так далее, все отражено в этой книге невероятно точно. И, в принципе, если человек ее изучает и, значит, поймет хорошо, то, конечно же, все, он уже знает, как жить. И поэтому недавно у меня сын старший пошел в армию. И, значит, когда он призывной пункт, призываются в армию, призываются разные люди. Одна семья такая, русскоязычная семья, типичная такая вот, приехала вся провожать внука в армию, бабушка, дедушка, папа, мама, ну, в общем, молодцы. Дружная такая, я не знаю, насколько они дружные, но приехали все провожать. И я приехал своего старшего сына, ему 22 года, сейчас приехал провожать в армию. Значит, но он, ему 22 года, и он пошел в армию, так, в телеграмме нет звука, спасибо, Дэн, спасибо, все, есть, я нажал кнопочку. И он, значит, все, я нажал, есть звук в телеграмме тоже. Он, значит, пошел в армию в 22 года, почему? Потому что он до 20 лет учился в Ешиве, и в Ешиве он изучал только Тору. Вот он изучал только Тору, он эту книгу, Берешит, прошел с 5 лет до 20, 15 раз. 15 раз каждый год они проходили эту книгу, недельные главы. То есть, идет же каждый год мы изучаем вот так по кругу одну и ту же Тору на протяжении уже 3334 года. С разными комментариями, с разных ракурсов, 70 лиц у Торы, но каждый год мы начинаем с главы Берешит и дальше заканчиваем последняя зота Браха. Так вот, значит, он до 20 лет учил только Тору, не учил ни математику, ни английский, ни химию, ни физику, вообще ничего, кроме Торы, до 20 лет. В 20 лет он пошел в институт на подготовительное отделение и за год закончил школу. То есть, они учились в день 4-5 часов, и он прошел всю программу физика, математика, английский. Значит, все, что нужно было для того, чтобы получить багрут, экзамены на окончании школы он получил. Не только он один, есть специальное отделение в институте Махон-Лев для выпускников Ешив, там училось больше 100 человек, и все они точно так же за год закончили школьную программу. То есть, человек в 20 лет, который привык учиться, он может закончить программу за год школы. Теперь, дальше, после этого, он женился в 21 год, как Тора говорит нам, что с 20 лет надо начинать искать жену, и желательно жениться до 21 года. В 21 год он женился, и сейчас, вот ему уже 22 года, он пошел в армию, получать в армию учиться, и так далее. В общем, мы стоим на призывном пункте, и вот это семья. И начали разговаривать, и женщина эта, она, видно, преподаватель. Она говорит, видит же, что он харидимный такой, ортодоксальный еврей, и она ему начинает нас спрашивать, как, что. Я говорю, вот он рассказал эту историю, она говорит, как, а что же наши сидят 10 лет дети в школе, учат эту математику, а что они там учат, вот что они Тора учат. Я ей говорю, они учат жизни, они учат, как устроена жизнь, как устроены деньги, взаимоотношения, как устроены, например, первое, что они начинают изучать Талмуд, это, что делать, если ты нашел предмет, ты нашел что-то, оно тебе не принадлежит. В каких случаях ты можешь это забрать себе, в каких случаях ты обязан искать хозяина и вернуть ему эту потерю. То есть, и там полностью, где-то они полгода учат о том, что значит вещь принадлежит тебе. Ты обязан вернуть потерю, но, а если ты, если в ней нет признака, по которому можно определить ее принадлежность к какому-то человеку. Что значит человек отчаялся найти свою вещь, и тогда она стала ничьей. Целый разбор, насколько принадлежность вещи зависит от того, что ты об этом думаешь. Если, например, я говорю, вот эта вещь, например, да, она уже не моя, бери, кто хочет. Могу же я так сказать? Могу, правильно? Ну вот, это любая вещь, которая мне принадлежит, я ее могу сделать ничьей. Логично? Логично. Теперь, если я эту вещь потерял, я ее потерял, значит, пусть Бог спасет, чтобы остановилась война. Пожалуйста, прямо конкретно мы молимся, чтобы наступил мир, и чтобы как можно быстрее закончилась война. Она по-любому закончится, но чтобы она закончилась как можно, как можно быстрее. Чтобы Всевышний сделал прям чудо, чтобы ее закончить. Вот. Теперь, значит, и об этом все наши молитвы, уроки, чтобы люди перестали подебать, чтобы те, кто начинает эти войны, злодеи, чтобы они, конечно, перестали это делать. Теперь, вернемся к Торе, да? Теперь, если мы возьмем какую-то вещь, вот она моя, я ее говорю, она ничья, берите. Теперь, а если я ее потерял, если я ее потерял, если я ее потерял, и я понял, что я ее потерял, я два варианта, или я думаю, что все, я ее уже не найду, она ничья, тогда тот, кто ее нашел, он ее взял, и она его. Или я еще думаю, нет, она моя, я ее найду, и тогда, тогда, если кто-то ее нашел, он не может ее забрать, это чужая вещь, это как кража. Теперь ребенок находит вещь, он должен понять, или эта вещь, человек отчаялся, или нет. Если на вещи есть какой-то признак, и он надеется, что по этому признаку ее ему вернут, он не отчаялся. А если эта вещь без признака, он отчаялся. И теперь, внимание, дети в Яшиве начинают обсуждать вопрос. А как быть, если вещь, которую он потерял, она без признака, она неважная для него, и он, в принципе, ее, эту вещь, он от нее отчаялся. Мы точно знаем, что он не будет ее искать, и он скажет, да, мне не важно, кто найдет, она его. Но вопрос, знаете, в чем заключается? А если он еще не знает, что он ее потерял? Если он думает, что он ее не потерял, то он же не отчаялся. А если он не отчаялся ее найти, значит, она еще его. Это называется июшеломедаат. То есть, он отчаялся, но он пока не знает, что он ее потерял. Что делать в этом случае? Представляете, и когда человек, который думает, что в Яшивах они сидят, просто штаны просиживают и там что-то бубнят, когда он узнает, что уже ребенок, он начинает размышлять о таких очень тонких пограничных вещах. Насколько развивается его мозг, насколько развивается его свойство мышления. Ему не говорят вот так. Ему говорят, вот есть вот такой взгляд. Один мудрец, он говорит, если мы посмотрим с позиции, что он когда найдет, когда он узнает, что он потерял, он точно отчается. Значит, мы уже сейчас можем забрать. Друг говорит, нет, так не работает. Пока он не отчаялся, вещь его. Раз вещь его, мы не можем ее взять. Я не помню, как в итоге, какой закон, или может взять, или не может. Это пища для размышления. Можете поспрашивать раввинов. Это очень известно. С этого начинают дети учить Тору. Теперь, значит, двигаемся дальше. Сегодня у нас шестой отрывок в недельной главе Ваехи. Ижил Яков. И в шестом отрывке он благословляет сына по имени Беньомин. Это его самый младший сын, который родился после Йосефа у Рафели. При его родах мама умерла. Он с детства сирота. Брат его пропал. Значит, 22 года он не видел брата. Он был, наверное, там тоже такой не очень любимый и в такой изоляции. И, значит, дает ему Яков благословение. Беньомин – волк, который охотится утром и кушает свою добычу. И до вечера у него есть эта добыча. Значит, он ее будет делить. Такое он ему дает благословение. Что это за благословение такое? Почему он ему дает такое благословение? Если мы потом посмотрим вся история колена Беньомина, то они были войны. Они были невероятные войны. Они были как, значит, была одна история очень неприятная. Один леви, эта история рассказывается уже потом в Танахе, когда уже жили в Израиле. Один леви шел со своей наложницей и остановился в одном из селений Беньомина. И там были очень плохие люди, которые напали на них, там избили, убили. В общем, это самое, эту девушку, эту наложницу убили. И, значит, весь Израиль говорит, этот леви. Леви – это были священники, колено священников. Он послал прямо сообщение об этом всем коленам и говорит, смотрите, что делают вот эти вот в колене Беньомина. Все колена собрались, роды, и говорят, выдайте нам вот этих вот, ну, этих бандитов, да, маньяков, которые убили эту девушку. Колено Беньомина говорит, мы своих не выдаем, значит, как бы то ни было, они наши, у нас кровная месть, мы никак не выдаем. Сами будем их судить. И пошли колено Израиля войной на колено Беньомина. И там были войны, вообще, очень была серьезная война. И в итоге они практически полностью уничтожили почти все колено Беньомина. И осталось там буквально, мужчин практически не осталось. И все остальные колено сказали, мы не можем с такими жестокими людьми породняться. Запретили жениться с коленом Беньомина. В общем, там было, чуть оно не исчезло. Потом их простили и так далее. Но мы видим, мы видим здесь, что Яаков, он видит в Беньомине вот эту черту, которая, как, ну, они сильные войны. Потом, кстати, интересно, что из колена Беньомина был Мордехай. Пуримская история. Мордехай и Эстер. Мордехай, который не испугался Омана. Все поклонялись премьер-министру. Все перед ним падали ниц. Только Мордехай не падал перед ним ниц один. Из-за этого Оман задумал уничтожить весь северестий народ. Мордехай, значит, он вообще не... Мордехай и Эстер, они же оба были из колена Беньомина. И, значит, они в итоге победили этого Омана. И, значит, забрали его. Все, что у него было, они забрали. Мордехай стал премьер-министром. А Эстер стала женой царя. Значит, мы видим, что вот это благословение, которое дал Яаков, хотя оно звучит очень странно. Но мы видим, что качества человека, которые в нем есть, они могут быть повернуты как в плохую сторону, так и в хорошую. То есть здесь уже выбор человека. Как он использует свои качества или для добра, или для зла. Но сами качества по себе, они есть. Они как бы впечатаны в человека. И в Беньомина было опечатано, что он как волк, который разрывает свою добычу. И, значит, он был такой воинственный. Колель и Шевте и Сраэль. Вот эти все были колена Израиля. Двенадцать колен. И это то, что сказал им их папа. И он их благословил. Каждого его благословением благословил их. То есть мы видим здесь, что он в каждом увидел и нашел его какую-то сильную сторону. В некоторых он нашел его слабую сторону. Леви и, например, Ишимон, он нашел, показал им, что если вы с этим не справитесь, будет у вас большая проблема. У Реувена он показал его слабую сторону. Но это все равно было благословение. То есть благословение это или тебе показывают на твою сильную сторону, или тебе показывают на то, что тебе надо исправить. В любом случае и то, и это для тебя благословение, в зависимости от того, как ты это воспримешь. Потому что если человек воспринимает критику как боль, ну как автоматически, да, действительно критика это больно, то он, в принципе, проиграл. Но если он воспринимает критику как знак, который надо исправить, он выиграл. Значит, он им приказал, значит, рассказал, что с ним делать, как там были очень большие нюансы, как его хоронить. И, значит, он им говорит, я, Яков говорит, я теперь, я неисав, это я как бы соединяюсь, присоединяюсь к народу моему. Похороните меня там, где похоронены мои отцы, в Мааратамахпыла, в пещере, которая на поле у Ефрона, хитийца, которую когда-то купил Авраам в Хевроне. Мы знаем, что Яков похоронен в Хевроне. Значит, дальше он им точно-точно перечисляет, что вот эта пещера, вот на нее, значит, документы Штар, где записано, что она наша. Значит, и ее купил Авраам. Он точно Тора перечисляет, чтобы не было никаких вопросов по поводу тому, кому принадлежит это место. Значит, там похоронен Авраам и Сара, его жена. Там похоронены Ицхак и Ривка, его жена. И там похоронил я Лею. Он там же уже похоронил Лею, свою жену. Рахель он похоронил недалеко оттуда, Модилы Рахели, да, в Бетлехеме, возле дороги. А там он похоронил Лею. И, значит, все это куплено. И начал Яков приказывать своим сыновьям, давать им какие-то еще там, не пишет нам Тора письменно, что он им еще говорил. Но что-то он им говорил, он очень их, пока он был жив, он их сильно объединял. И дальше он собрал Ноди. До этого он сидел, потом он положил Ноди на кровать. И написано, присоединился он к народу. Не написано про Якова, что он умер. Вот это очень интересно. Было написано про Авраама, что он умер, про Ицхака. А про Якова не написано. Написано, и он присоединился к своему народу. Вот тут у знатора нам говорит, что он ушел. Он вышел из тела и просто ушел. Знаете, в Талмуде написано, что есть 900 чем-то видов смерти. 900, не помню с чем, но в общем меньше тысячи, больше 900. И от самого легкого, который называется, как волос выходит из молока, до самого тяжелого, когда душа выходит из тела, как репейник из шерсти, который зацепился на шерсть. Когда очень с мучениями тяжело выходит вот эта вот душа из тела. У Якова, который, это очень сейчас важная информация, потому что, вот я, допустим, до этого года ее не знал. Сейчас мы прочтем, что Якова после его смерти забальзамировали. А по Торе нельзя так делать, вообще категорически нельзя. Нужно, чтобы тело сразу было похоронено. В землю и, значит, из праха ты взят, в прах возвратишься. А у Якова его бальзамировали 40 дней, потом 30 дней его оплативали в Египте, потом его везли в Израиль, в Маратамахпылай, очень долго его везли в Израиль. И как же так, как же так это могло быть? Так вот, объясняет Малгин следующую вещь, что, помните, когда у него была битва с Ангелом и Сава, он вышел из тела, как бы, да, там есть, что он вышел из тела, и у него осталось присоединение только в месте, где потом у него была травма седалищный нерв, да, это место, где соединение там силы, силы рождения, вот этой силы продолжения жизни, которая соединяла его только с телом, именно его дух. И из-за того, что Яков, он уже умел выходить из тела, то у него вот этот момент, когда он умер, то его тело, обычно, почему тело хоронят? Именно в земле происходит какое-то завершение процесса, Малгин называет это словом алхимия, происходит завершение каких-то процессов, отделение вот этого руаха от материальной части тела, то есть очень важно, чтобы это была земля там и так далее, то есть происходит некий завершающий процесс, который позволяет духу выйти из тела. И этот процесс длится, вот я как раз на этой неделе перестал, 11 месяцев читают Кадиш за умерших, то есть, ну там, этот процесс длится где-то около года. Но у Якова это произошло мгновенно, то есть он просто положил Нодина кровать, со всеми попрощался и ушел к своему народу, пошел к папе, там, к своему, к дедушке, к Аврааму, значит, было ему там чем заниматься. И, значит, вайполь Юсеф Альпне Авив, и упал Юсеф на отца своего, да, и плакал он, и целовал он его тело, то есть он с ним прощался, ну, хотя это было тело. И приказал Юсеф своим рабам, этим самым египетским, Рофим, это врачам, забальзамировать тело, мумифицировать, забальзамировать тело отца своего. И, значит, они забальзамировали, написано «Эд Исраэль». И он назван здесь именем Исраэль, которое получил, когда он боролся с ангелом и победил. То есть это имя, когда он уже был выше, чем человеческая природа, и отсюда как раз учит вот эта вот тайная часть Тора Каббала, что они забальзамировали Исраэля, Исраэль уже ушел. Они забальзамировали вот то тело, в котором уже не было вот этой духовной составляющей вообще. А почему египтяне это делали? У египтян было поверье, что через там много тысячелетий будет воскрешение из мертвых. То есть они это знали. Но они не понимали, как это работает. Они не понимали, что для того, чтобы тело воскресло, не нужно, чтобы само тело сохранилось. Достаточно, чтобы была хоть одна молекула, из которой, как человек возникает из одной клетки, и возникает тело человека, также потом восстановится. Это будет проще восстановить из одной клетки, из одной молекулы даже восстановить тело человека. Главное, чтобы была духовная вот эта составляющая, которая восстанавливает. А египтяне, они что-то слышали, но они думали, что важно, чтобы тело осталось. И они старались, искали такие способы, чтобы замумифицировать тело на тысячи лет. И они думали, что когда наступит вот эта эпоха следующая, которую мы ждем при приходе Машеха, они думали, что если тело будет, то вот тот свет, который придет, он поможет им тоже встать. Но это не так, говорит нам Тора. Тора нам говорит, что все зависит от того, какими ты занимался духовными практиками при жизни. И насколько ты сумел создать себе ту духовную составляющую, которая заслужила, чтобы твое тело встало, которое перешло в тот духовный мир. А туда пускают только за добрые дела, за заповеди и за Тору. Хорошо. Значит, они его забальзамировали по своим каким-то обычаям. И закончились 40 дней бальзамирования. А, и откуда это учится, что они так думали? Вот эти вот 40 дней бальзамирования, они соответствуют 40 недель, когда ребенок 40 недель, он в животе у матери. И 40 дней формирования из одной клетки уже такого зародыша, такого нормального, да, это 40 дней. И они 40 дней бальзамировали тело, как будто бы это готовили его к новому рождению. То есть это был новый этап в жизни человека, и поэтому они бальзамировали 40 дней. И после этого они и всего оплативали египтяне 70 дней, то есть 40 дней бальзамирования, плюс 30 дней оплативания. Значит, и закончились, уже у нас время заканчивается. В общем, дальше идет, что они все вместе пошли, пошли они его хоронить в Израиль, похоронили они его в Израиле, не успеем мы, конечно, все это пройти. И в Маратамах была, и дальше последнее завершение. Братья после того, как умер отец, они испугались, что вот сейчас Иосиф точно им отомстит за то, что они когда-то с ним сделали. И они думали, есть в притчах такой отрывок, что тот, кто хочет, царь Самон говорил, тот, кто хочет отомстить своему врагу, пусть ему делает добро. И это ему как уголь на голову или за пазуху, не помню. То есть это ему как угли горящие. То есть когда кто-то сделал тебе зло, а ты ему делаешь добро, и если он человек плохой, то ему каждый раз, когда ты делаешь ему добро, ему будет каждый раз больно от этого, да? Теперь братья думали, что Иосиф, может быть, он делает им добро из-за отца и из-за того, что хочешь сделать им плохо. Такое у них было подозрение. И они, когда умер отец, они говорят ему, что вот папа сказал перед смертью, чтобы мы извинились еще раз и просили прощения. Они попросили у него прощения, сказали, мы будем те рабами. И сказал им Иосиф, не бойтесь, он им говорит. Разве я вместо всесильного я? Он им говорит, послушайте, не может человек сделать человеку плохо, если Бог этого не хочет. Значит, а если Бог этого хочет, так тут ты не защитишься. Поэтому самое важное, это я не вместо Бога. И дальше он им эту мысль доказывает. Вы хотели мне сделать зло, а всесильный, он перевернул это в добро, для того, чтобы в этот день, для того, чтобы этим, вот тут вот главный секрет, смотрите, ля хайот амраф, оживить много народа. То есть, получается, через Иосифа был спасен весь Египет. Весь Египет получал еду через Иосифа. Через Иосифа были спасены вся семья Якова, братья и Яков. То есть, Иосиф, его главное было качество, он хотел всем помогать. Именно это качество давало ему ресурсы для этого. То есть, он был совершенно цадик, праведник, он хотел только всем делать добро. Теперь он говорит братьям, вы хотели мне сделать зло, но Всевышний перевернул это в добро, для того, чтобы я много людей оживил, включая вас. Теперь получается, и теперь, не бойтесь, я буду вас кормить и дальше, и ваших детей я буду кормить. И, значит, он мягко с ними говорил, к их сердцам, не бойтесь. И вернулся Иосиф в Египет, он и весь дом отца его, и жил Иосиф 110 лет. И увидел Иосиф Ифраима, и до четвертого поколения детей, его сына Ифраима. И также он увидел сыновей Минаши, до третьего поколения, значит, он увидел. И сказал Иосиф братьям своим, я умираю, он раньше всех умер, отсюда мы учим, что государственная служба, власть, она сокращает жизнь человека. Он говорит им, вот я иду умирать, и всесильный, он вспомнит, вспомнит вас, и поднимет вас из этой земли в землю, которую поклялся Аврааму, Ицкаку, Яакову, то есть землю Израиля, и заклял Иосиф своих сыновей. Эдбне Исраэль, весь народ Израиля, он тогда собрал, все, кто тогда были старейшими народа Израиля, говоря, вспомнит, вспомнит всесильный вас, и поднимите мои кости отсюда в Израиль, то есть не оставьте меня здесь. И умер Иосиф, и было ему 110 лет, и его тоже забальзамировали, и поставили его гроб в Египте, и на этом заканчивается книга «Берешит». Значит, мы изучили книгу «Берешит», очень это была для нас важная книга. Значит, так формировалось человечество, мы узнали, как формировался еврестий народ, как формировались отношения между людьми, и дальше вся эта история раскручивается в жизни отдельного человека, в жизни стран, в жизни мира, и, значит, мы можем здесь увидеть, выбрать для себя модель, всегда есть свобода выбора, выбрать для себя модель, по которой хочется двигаться, или это модель Иосифа, или модель Иуды, или модель его братьев, модель Авраама, Ицкака, Яакова. Значит, мы, кстати, интересно, что те люди, которые принимают иудаизм, они становятся бней Авраам, все они становятся как сыновья Авраама, да, то есть они поднимаются на уровень, когда Авраам был первый, который соединился с Богом, и они поднимаются на этот уровень. Все, удачи всем и успехов, чтобы шаббат шалом, чтобы Всевышний дал нам всем возможности для спокойной духовной работы, для того, чтобы мы могли учить Тору, делать добрые дела, молиться, и чтобы было у нас для всего этого здоровья и радость. Еще последнее, что я хотел рассказать, очень интересно. Яаков жил, если взять глобально про эту главу, он жил 147 лет, меньше на 33 года, чем Авраам, меньше на 33 года, чем его отец Ицхак, и меньше, чем Авраам. Авраам жил 175 лет, Ицхак жил 180 лет, а Яаков жил 147 лет. И я сегодня слышал целый урок о том, почему он жил 147 лет, и там очень важный был такой месседж для нас. Значит, первая версия была такая, что он, когда сказал, когда его догнал Лаван, и он сказал тот, у кого найдутся вот эти вот Хартумим, что пусть он умрет, не будет жить, и он как бы проклял этого человека, и умерла Рахель, его жена. Но проклятие идет на голову проклинающего тоже, всегда. То есть, поэтому тот, кто проклинает, на него тоже оно легло, и там именно числовое значение вот этого слова, ну там число, я не помню какое слово, в общем, 33. То есть, он как раз тем, что он проклял, даже не зная проклял, Рахель получается, она умерла, и ему сняли 33 года. Это первый месседж, да, то есть, когда мы на кого-то думаем зло, говорим зло, проклинаем, то мы в этот момент вредим, может быть, мы ему тоже вредим, наверное, да, но себе мы вредим точно, себе мы вредим точно, это первый месседж. Вторая причина, когда он пришел в Едипет, его спросил фараон, сколько лет тебе? Он ответил, немногочисленные тяжелые были годы жизни моей. И в его ответе, и в вопросе фараона вместе, тоже 33 слова. Так, ну, в ответе понятно, он жаловался, он понятно, что не должен был он так, то есть, по Торе человек должен быть веселый, радостный, счастливый, улыбаться, нести свет, радость, свет и радость мы приносим людям, то есть, ты несешь радость другим людям, это как цепная реакция. Теперь, ну, почему за вопрос-то его наказали? А именно вот за это, что когда он зашел, он так выглядел несчастно и старо, что фараон спросил, сколько тебе лет? Если бы он выглядел веселым, радостным, фараон бы не спрашивал, сколько тебе лет? А он таким выглядел, уже очень сильно таким, как бы, как сказать, ну, задавленным, да, негативно, да, и фараон это спросил, он ответил тяжелые, и многочисленные были годы жизни, и снял этим себе 33 года, то есть, мы видим, что пессимизм, негативизм, скептицизм, вот, вся негативная, вот эта энергия, она сокращает жизнь человеку, поэтому, давайте постараемся быть более позитивными, радостными, веселыми, и Всевышний нам даст для этого все поводы, все, чтобы Всевышний выполнил все запросы вашего сердца, для вашего добра, чтобы все были здоровы, счастливы, значит, и шаббат шалом, шаббат шалом, следующая неделя начинаем изучать книгу «Шмот», имена.